Культура Культура Если мы снимаем этот слой, мы можем увидеть другой слой. Слой так называемых героев. Для каждой культуры типичны свои герои. Как вы думаете, какие герои есть только у нас в России? То есть какой культурный слой героический характерен для нас? Да. Это то, что иностранцы не смогут понять. Но то, что мы понимаем. Извините, нет, все. Это концепция айсберга. Что такое айсберг? Это вот у нас такая огромная глыба льда, в которой есть кусочек на поверхности и кусочек, большой намного не кусочек, кусище под водой. Вот этот верхний кусочек, это как раз внешность, как первый слой луковицы. Те же манеры поведения, внешность, какие-то характерные черты, которые мы можем понять, которые мы можем увидеть. Культурный шок — это столкновение двух айсбергов. И происходит это столкновение как раз не на уровне верхних кусочков, а на уровне вот этих больших подводных глыб. Именно поэтому культурный шок — это довольно-таки сложная тема для людей. И не всегда можно ее так просто изучить. В прошлом веке был такой умнейший ученый Герд Хоффстеде. И он создал очень много различных классификаций культур по разным направлениям. Я познакомлю вас с некоторыми из этих классификаций и предлагаю подумать, какое же место в этих всех системах занимает наша прекрасная, великая, необъятная Родина. Первая классификация — это уровень дистанцированности от власти. Это степень, с которой наделенные меньшей властью люди ожидают и допускают неравномерность распределения власти. Например, низкий уровень дистанцированности от власти происходит, когда люди ожидают и принимают демократические отношения с властью, а сами члены общества воспринимаются как равные. Высокий уровень дистанцированности означает, что все члены общества принимают свое место и осознают вот эту социальную иерархию. Как вы думаете, у нас низкий уровень дистанцированности или высокий? Да, полагаю, что это именно так. У нас довольно-таки в стране высокий уровень дистанцированности от власти. Следующая классификация — это индивидуализм и коллективизм. Здесь четко можно противопоставить культуру Америки и, например, культуру восточных стран. Культура, для которой характерен индивидуализм, это достижение личных целей. Это как раз-таки американская культура с их концептами вызова, с их концепцией развития отдельно каждого личного человека. И тут же мы противопоставляем культуру стран Востока, где намного важнее группа людей, коллектив и то, как люди взаимодействуют в этом коллективе. И какое же место в этой концепции занимает наша страна? Очень многие ученые склоняются к тому, что и сейчас сохраняется коллективизм, хотя в меньшей, конечно, степени, но в принципе для нашей страны он присущ. И даже некоторые полагают, что вот этот коллективизм, присущий нашему народу, он помогал победить во Второй мировой войне. Есть культура с индексом избегания неопределенности. Что это означает? Это то, как общество реагирует на какие-то непредвиденные ситуации, сценарий которых не расписан заранее. То есть нет каких-то регламентов, правил, и некоторые культуры не приемлют эти изменения и являются достаточно консервативными. А некоторые культуры с низким индексом, они более открыты, используют меньше правил, законов и обычаи для них имеют менее строгий характер. Так. Высокий. Да, мне кажется, что у нас большое значение уделяется правилам, и нам нужно четко знать, что нам нужно делать в той или иной ситуации. Есть следующая интересная классификация по мужскому и женскому типу. Это, например, уровень важности традиционно мужских ценностей, таких как напористость, амбиции, стремление к власти, материализм. И традиционно женских ценностей, таких как выстраивание отношений. Опять же, мы уже говорили про американскую культуру, и вот там вот этот соревновательный дух очень силен. И это как раз-таки мужской тип, тип соперничества. Там стираются различия между полом, и мужчины могут легко соперничать с женщинами, особенно в карьерном плане и так далее. Для нашей страны, мне кажется, более характерен женский тип, потому что нам очень важно взаимоотношения друг с другом. Иногда это, когда у нас иностранцы выстраивают рабочие отношения с русскими партнерами, их это может безумно удивлять. То есть, например, приезжают немцы, и они думают, зачем русский партнер водит меня в баню, устраивает застолье, если нам нужно всего лишь подписать документы. Они не понимают, что для нас важно быть не только партнерами по работе, но еще и друзьями. На Западе как-то более это четко классифицируют. Работа отдельно, друзья отдельно. Для нас это смешивается понятием. Есть тоже еще одна интересная классификация. Это монохронная и полихронная. Монохронная – это культура, в которой одно действие совершается в одно время. То есть, если человек что-то пишет, он не будет ни на что отвлекаться. Он не будет разговаривать по телефону, не будет качать ногой. Ну, может, и качать ногой будет. Ну, например, не будет смотреть телевизор и так далее. И полихронная – это когда для людей нормально выполнять несколько действий одновременно, и не считается, что это как-то ухудшает качество самих действий. Как вы думаете, Россия полихронная или монохронная культура? Полихронная, да, определенно. Что, опять-таки, в рабочих моментах может удивлять и возмущать людей, потому что на совещаниях у нас люди могут сидеть, разговаривать по телефону, подписывать документы, что-то еще писать. И люди, и западные партнеры сидят и думают, «Хм, как это? Как?» И они все это, всему этому уделяют достаточно внимания. Да, у нас такая культура, мы можем всему этому уделять достаточно внимания. Иногда культуры неизбежно приходят столкновения. И здесь есть всего четыре сценария, что может происходить в таком случае. Эти все сценарии в 80-е годы выделил известный культуролог Григорий Соломонович Померанс. Есть европейский сценарий. Это когда обе культуры открыты друг к другу, происходит быстрое усваивание взаимных ценностей, переваривание и обогащение собственной цивилизации за счет инноваций. Из европейских стран, наверное, самая такая открытая и лобильная культура – это Великобритания. Там есть целые… очень хорошо там приживаются иностранцы, и там есть целые японские кварталы, мексиканские и так далее. То есть вполне себе открытая культура, которая легко усваивает другие ценности. Есть тибетский вариант, когда две культуры приходят в столкновение, при этом какие-то элементы синтезируются, и в итоге получается еще одна культура, которая уже потом застывает. Почему назван тибетский вариант? Потому что эта культура появилась на основе субстратов индийской и китайской культуры, и затем уже замерла в каком-то своем определенном состоянии. Иванский вариант – это легкое восприятие на культурных явлениях, которые тем не менее быстро проходят и не оставляют какого-либо значимого следа. На острове Ява было испытано воздействие полинезийской культуры, индийской, китайской, даже европейской, но значимого чего-то, какого-то вклада они так и не оставили. И есть японский вариант – это переход от культурной замкнутости к открытости и усвоению чужого опыта без отказа от собственных традиций. То есть остаются свои традиции, но при этом успешно усваиваются и чужие. С японской культурой, кстати, связан один интересный момент – это так называемый парижский синдром. Кто-нибудь слышал о нем? Замечательно. Парижский синдром – это такое иногда нелегкое разочарование и, может быть, форма депрессии, которая возникает у японцев, когда они приезжают в Париж. То есть это несоответствие каких-то своих представлений о том, что будет, и реальности, которая происходит, которая на самом деле. И от этого японцы очень сильно переживают. И, кстати, Япония относится к тому типу стран, для которых важнее сохранить лицо. То есть они боятся попасть в глупые ситуации, для них это неприемлемо, и такие страны сложнее усваивают чужую культуру. Давайте теперь непосредственно уже поговорим про сам культурный шок. Какие у него симптомы? Это напряжение внутреннее из-за усилий к адаптации, чувство потери друзей, привычного общества и так далее. Зачастую это чувство одиночества, тревога и даже иногда чувство неполноценности из-за невозможности усвоить культурные ценности сразу. Разно. Всего у культурного шока выделяют пять этапов, которые проходят, ну вот если схематично их изобразить, по вот такой кривой. Сначала это так называемый медовый месяц. Вам нравится новая культура, вы относитесь к ней открыто и положительно. Все замечательно. Но затем такой оптимистичный настрой немного спадает. Начинаются первые проблемы, сложности в усвоении. В этот момент как раз появляется ностальгия по своей культуре. Это второй этап. И третий этап, самый критический кульминация, этап, при котором многие люди впадают в депрессию. Иммигранты зачастую пытаются удалиться, создать какое-то свое общество, где они могут общаться. И проходя уже вот этот критический этап, снова все налаживается. Снова появляется оптимистичный настрой, уже проще и легче воспринимается культура. И плавно это все подводит к нас к пятому этапу, уже окончательная адаптация. Она происходит у людей по-разному, может от нескольких месяцев до 4-5 лет. Что же вообще, что может повлиять на адаптацию? Факторы, повлияющие на адаптацию, делятся на две группы. Это внутренние факторы и внешние. Внутренние – это возраст, пол, образование, черты характера и жизненный опыт. Очень важную роль в адаптации играет возраст. Согласитесь, что детям проще приспособиться к новой культуре, чем, например, пожилым людям. Образование играет тоже очень важную роль, потому что, как показывает исследование, людям более образованным проще приспособиться к новой культуре, так как они уже заранее открыты к чему-то новому. Ну и, конечно, черты характера, жизненный опыт – это все индивидуально. Внешние факторы – это культурная дистанция. Помните, мы говорили про различные классификации? Так вот, чем больше культурная дистанция между двумя культурами, между двумя странами, тем сильнее и затратнее происходит процесс адаптации. И огромное значение является условия страны пребывания. Конечно, мы хотим приехать в новую страну и к нам там, чтобы благожелательно относились, помогали во всем и так далее, но не всегда это бывает и случается. И очень важно, чтобы условия страны пребывания были также приемлемыми. Однажды я прочитала такую фразу про гражданина мира. Мне так стало интересно, что такое гражданин мира. Ну, то есть гражданин России, гражданин Франции, тут все понятно, логично. А гражданин мира? Кто это, что это за человек? Что он, в принципе, из себя представляет? Мне стало интересно. И я начала читать много по этому вопросу. Гражданин мира – это то же самое, что и космополит. То есть человек, для которого усвоение чужих культурных ценностей происходит намного легче и проще и быстрее, чем у всех остальных людей. Что же составляет космополита? Это высокая самооценка. Профессиональные компетенции, общительность и экстраверность. Экстраверность играет очень важную роль, потому что, когда вы приезжаете за границу, важно уметь поддерживать так называемый смоток. То есть разговоры ни о чем. О погоде, о движении транспорта и о чем-то еще, что зачастую для интровертов является сильнейшим испытанием. Интерес к окружающим. Склонность к сотрудничеству. Терпимость к неопределенности. Это тоже важный фактор. Который влияет внутренний самоконтроль. Смелость, настойчивость и также эмпатия. Все эти факторы составляют космополитизм. И есть пути формирования межкультурной компетенции. Первое – это развитие способности усваивать культуру, то есть быть заранее к ней открытым. И второе – это пополнение знаний о соответствующей культуре. Приведу пример. На одном из сайтов я прочитала такую статью под названием «10 качеств китайцев», о которых, возможно, вы не знали. И там автор упоминает, что китайцы, ходя по улице, очень запросто могут смокаться, плевать и так далее. И в комментариях многие писали, что вот, это неприлично и является неуважением. На самом деле, что стоит за вот этим культурным жестом? В Китае идет культ заботы о здоровье и о теле. И для них неприемлемо, чтобы вот эти жидкости оставались внутри. Это не символ неуважения к другим людям. Это, наоборот, символ уважения к своему телу. И так получается, что Китай сможет считаться некультурным в Европе, а европейцы сможет считаться некультурным в Китае. И наоборот, просто давайте уважать представителей всех культур и будем терпимее и добрее друг другу.